Мы подготовили программу развития сельского хозяйства до 2035 и в перспективе до 2050 года, экспортную доктрину продовольственной безопасности. Я хотела бы отметить следующее. Конечно, первое, что нам необходимо, это преодолеть технологическую зависимость, то есть быть независимыми в технологическом плане. И вот количество материально-технических ресурсов российского производства должно быть как минимум 50%. Это вот проблема и задача номер один. Следующее, что нам необходимо, конечно же, экологически чистые продукты, производство их необходимо ввести в показатели доктрины продовольственной безопасности, потому что это абсолютно крупномасштабный проект. А этого нет сейчас, да? Да, к сожалению, нет, но крупномасштабный проект по темпам высокие росты во всем мире этого направления. Мы пятые, конечно, по темпам, но по объемам мы отстаем. Возможности при этом все у нас есть. Следующее, то, что хотелось бы, конечно, отметить, важно. Мы очень много поставляем на экспорт сырья, и это отлично. Но хотелось бы, чтобы продукция, поставляемая на экспорт, была с высокой добавленной стоимостью. То есть не зерно и пшеница, а мука, фасованное рафинированное подсолнечное масло и так далее. Поэтому вот эти направления, конечно, не могу не сказать о фермерах, как вы понимаете. Дело в том, что создание фермерских агрокластеров, где наш фермер мог бы не только производить продукцию, перерабатывать, еще и реализовывать, это также важнейшее направление. Например, еще очень интересная вещь, которую мы с экспертами обсуждаем и видим, что важное направление, в частности, производство ягод. Ягод? Я бы не подумал никогда, что это... Да, закупаем, вы знаете, мы закупаем 20 тысяч тонн в год именно ягод. Поэтому почему? Фермерские хозяйства могут производить ягоды, и мы можем их реализовать в другие страны и так далее. Поэтому вот такие вот направления, которые я вам отметила, это, конечно же, агротуризм. Это все востребовано, это необходимо, и этим нужно заниматься.